Приветствую вас, братья и сестры, и тех людей, которые пытаются найти истину. И, конечно же, в наш век информации очень много всякой информации ненужной, которой и не нужно человеку знать, и всё делается для того, чтобы душу человека увести от истины, от поиска истины, от того, чтобы человек не задавал правильных вопросов, а занимался чем-то второстепенным или вообще ненужным для своей души, или пагубным. Такой информации тоже очень много. И дай Бог мне говорить истину и не быть одним из тех лжепророков, которые говорят ложь. И людям говорят о том, что мир — мир, а мира нет. И сегодня я хотел бы коротко порассуждать над некоторыми вопросами, в которых в определённое время Господь навёл порядок и в моём сознании, в душе, в понимании, также моей семьи, моей жены. Потому как Господь, ищущий, Он открывает. Если человек, он хочет достичь, не достичь, а, ну, скажем, достичь праведности, это правильное желание достичь совершенства, это желание, которое передаётся апостолами, передаётся для всех верующих, о том, чтобы мы освящались и, приближаясь к Богу, и были сосудами в чести у Бога, которые Господь мог бы использовать по назначению, передавать слово другим людям. Также мне самому было бы приятно слышать истину. Но, к сожалению, этой истины сейчас очень трудно найти. Это мягко сказано, очень трудно увидеть эту истину. Итак, я хотел бы вот ответить на такой вопрос, который я записал так. Почему я считаю, что дары Духа Святого не действуют так, как это было раньше, в времена написания или пересказания Нового Завета и жертвы Христа, распространения Евангелия? Вы знаете, есть места из Писания, которые вот этот религиозный мир, он цитирует и очень быстро находит. Очень быстро можно что-либо найти как бы из общего понимания людей из Библии, если вы читаете, по параллельным местам, как они найдены. И таким образом сложилось такое общее понимание у этого религиозного мира. Опять же, не у всех людей есть люди, которые ищут, и Бог им открывает. Как написано, ищущему, Он даёт возможность найти, а стучащему – отворяет. Так и в этом случае не ищите ответов на поверхности. Не думайте, что ответы на вот эти духовные вопросы, на спасительные, будут лежать на поверхности. Вы должны понимать, что мир сейчас лежит во зле. Он им управляет дьявол. И он, конечно же, позаботится о том, чтобы исказить правильное понимание и чтобы люди не спаслись. Он отвлекает, он искажает, он зажигает какие-то яркие огни для того, чтобы человек мог увлечься, отвлечься и до познания истины не дойти. Итак, на что я хотел бы сразу обратить внимание. Послание евреям, 2 глава. И здесь написано так. В первом стихе написано «Поэтому мы должны быть особенно внимательны к услышанному, чтобы не отпасть». Ну, это как продолжение первой главы. Напоминаю, что, во-первых, я читаю из еврейского перевода. И, во-вторых, также напоминаю вам, что раньше не разделялись, вот эти послания не разделялись отдельными главами и стихами. Поэтому это лишь продолжение первой главы. Здесь сказано о Христе. Евреям пришлось доказывать на основании их познаний Ветхого Завета, Танаха, доказывать, цитируя Танах, что Христос – это Мессия, насколько Он выше ангелов и так далее. Но здесь уже мы видим обращение к нам. Поэтому мы должны быть особенно внимательны к услышанному, чтобы не отпасть. То есть никто не может сказать, что человек, однажды возродившийся, он, можно быть уверенным, что он придет в Царство Божье. Здесь как раз для тех людей написано, которые утверждают, что отпасть невозможно. Это очень простой ответ. И дальше. Но я не на этом хотел сконцентрировать ваше внимание. Итак, здесь написано об избавлении, о том, что придет время избавления. Это избавление, которое сначала было провозглашено Господом, подтвердили нам те, кто слышал Его. В то время, как Бог подкреплял их свидетельства различными явлениями, знамениями и чудесами, а также посредством даров Духа Святого, которые Он раздал по собственному усмотрению. Итак, мы можем сказать, что у Бога, наблюдая, читая, познавая, изучая, рассуждая, обдумывая над тем, что написано, мы видим, что у Бога все целесообразно. То есть, вот, например, с первой главы здесь у меня выделены, есть жирным шрифтом, выделено, как доказывалось, для евреев, как доказывалось, что это Христос, Иисус Христос, это Мессия, и что Бог о нем предупреждал и в пророках, потом говорил через самого Христа. И у меня здесь вот отмечено жирным шрифтом, какие цитаты использовались из Танаха. Вот я вам сейчас специально покажу, чтобы вы увидели наглядно. Вот. Для этого необходимо было знать Танах. И, кстати говоря, для нас, для этого, не для того, чтобы использовать Танах или Ветхий Завет в практической жизни, но для того, чтобы мы могли видеть доказательства того, что Христос – это есть Спаситель, Иисус Христос. И вот так нужно использовать Ветхий Завет, чтобы вы понимали, зачем его нужно знать. Итак, обратите внимание, у Господа все целесообразно. Даже на то время написания, вот когда уже было написано, было написано это послание, уже говорится в прошедшем времени. Обратите внимание, Бог подкреплял их свидетельство различными явлениями. То есть на время, когда Дух Святой сходит на учеников, и этот Дух Святой, каждому человеку было дано определенное дарование Духом Святым. И эти дарования нужны были для того, чтобы распространить Евангелие. Слово знания и различения Духов разных, например, иные языки, такой пример, как вот иные языки. Суть знамения для неверующих, иные языки, не было написанного слова, написанного Евангелия. И нужно было разнести это Евангелие прежде всего евреям. Вы помните, что евреи из разных стран, знающие разные языки, услышали на своем родном языке свидетельство от Духа Святого о том, о явлениях Божьих и о спасении, о том, что время спасения пришло. Вот это явление и распространение Евангелия до края земли, а оно было распространено до края земли, мы не можем сказать о том, что апостолы, они получили задание от Господа и каким-то образом не выполнили этого задания. Они его выполнили. И говорить о том, что они не выполнили, делать вид, что что-то не выполнено и делать самому, это, ну, мягко говоря, это просто понезнание, невежество человеческое. Ну, а грубо говоря, это богохульство. Итак, когда это произошло, когда было время распространения Евангелия, Господь, Он учил своих учеников. Их было много, они собирались, вы знаете, по несколько тысяч, может, десяток тысяч человек, если в один день могло прийти три тысячи, к примеру, это огромное число людей, Господь, Он их к чему-то подготавливал. К чему? К тому, чтобы Евангелие было разнесено по всему лицу земли. Но не все были посланы, и мы видим, что апостол Павел, он, ну, найдите место какое-то, где вы видите, что он пришел, например, в какой-то город, и там он собрал, значит, учеников, христиан, собрал, и сказал, значит, давайте сделаем евангелизацию, или я вас посылаю, идите вон туда и туда. И он собирал группы людей для евангелизации. Обратите внимание, что этого нет. Не все посланы, многие, основная масса людей жили в своих домах, собирались по домам, в основном, и не нужно думать, что у них были здания определенные, специально построенные для этого. Они были построены позже, но это крайне редкое явление было. Вот. Это потом, когда уже пришло вот это заблуждение, и стали, люди стали прилипляться к определенным местам. Но это уже потом, это совсем другая тема. И обратите внимание, что когда это было время, новозаветное время, здесь уже в послании написано, как о прошлом, о том, что это было тогда. Хотя мы знаем, что какие-то дары Духа Святого, они остались во время написания этого послания. но обратите внимание, что были чудеса, и мертвые тоже воскрешали, апостолы воскрешали мертвых, это тоже было. А также посредством даров Духа, здесь Руа Гакодыш, Дух Святой, которым Он раздал по собственному, ну, дары раздал по собственному усмотрению. И так, мы видим, что об этом говорится в прошлом, даже на момент написания вот этого послания. Дальше, чтобы я хотел еще посмотреть вместе с вами, о том, когда я упоминаю вот этот момент, люди, что Евангелие уже провозглашено, было и разнесено. Давайте, чтобы я немножечко точнее вам сказал, это Римлянам, послание Римлянам, 10-я глава 17-го стиха. Вера приходит от слышания, да, а слышание приходит от говорящего или провозглашаемого слова. Эти переводы, они почти одинаковые как в синодальном, так и здесь, в этом случае еврейского перевода. Но, говорю я, может быть, не слышали, нет, слышали, их голос обошел весь мир и слова их достигли края земли. то есть на момент написания вот этих посланий, которые мы с вами читаем, уже Евангелие дошло до края земли, особенно если считать, что краем земли считалась только Римская империя. вот, конечно же, мы знаем, что есть место из Писания о том, что и когда полностью будет распространено Слово Божье, тогда и явится Антихрист и так далее, и будет уже конец времени. Но мы знаем также, что написано, что полное число язычников должно войти, не вошло еще полное число язычников. Но Евангелие провозглашено до края земли. И здесь не нужно быть противником тому, что написано. Также, братья и сестры, мы должны обратить внимание на то, что их вот это послание хримляна, римлянам 10 глава 18 стих, их голос обошел весь мир и слова их достигли края земли. Это было и пророчество. Оно было сказано Давидом в псалмах, насколько я помню. Псалмы 18.5. Поэтому люди, которые не знают, не различают этих времен, не имеют вот этого видения полной картины, как все происходило, для чего нужны были языки, что происходило, когда Евангелие разносилось до края земли, они заблуждаются и их также нужно учесть, что их обманывают, говоря о том, что это еще это все в силе, то есть сейчас это время и значит дары, духовные дары существуют. но существуют люди, которые говорят о том, что вот эти все явления, которые происходили в первое апостольское время, они могут происходить и сейчас, потому что вот это время, оно продолжается, оно затянулось и оно продолжается, но это нецелесообразно и это вообще противоречит здравому смыслу. Из моего опыта я могу сказать, что я знаю, что такое, как Дух Божий влияет на человека, я знаю, что с ним происходит, я знаю, что в этот момент ощущается, человек, может кто-то иначе, но принцип этого действия Духа Святого, он будет одинаковый, он приходит очень незаметно, даже для самого человека, и это происходит незаметно, и никто не видит, что ты в каком-то сиянии находишься, и конечно можно видеть по глазам, по лицу, но сама вот эта радость, ну, такая невероятная, в моем случае длилось три дня, но дальше был мир, и это не значит, что эмоции, эмоционально, ну, ты, ты, у тебя на лице большая улыбка, и это тоже образ, образ неправильный, конечно, радость присутствовала очень долго, это происходит долгие месяцы, ты всегда чувствуешь в себе эту радость, когда Дух Божий, Он внутри тебя подтверждает, что ты Дитё Божье, и ты радуешься этому, как написано, всегда радуйтесь, итак, но Дух Святой не сошел, как в горнице, вот вот эта разница, она огромная, и я не могу сказать, что сотряслась земля, и что-то произошло ради меня одного, Дух Святой сошел, и для чего вот это было в то время, да, это начало, это именно тот момент, когда Дух Святой сошел от Отца Небесного сюда на землю, да, это так, но то, что было тогда, имело цель разнести Евангелие до края земли, и эта цель была достигнута, но наше время, это время, когда осталась любовь, когда на земле этот мир Божий, любовь Божия, она есть в человеке, и эта любовь Божия, она приходит, это Дух Святой, приходит в человека неприметным образом, но приметны плоды, это оставление грехов, это уже хождение за Богом, это любовь к истине, желание издать правду, возможно, без какой-то эмоции ты говоришь правду кому-то, и это тоже проявление Духа Святого, ты всем не говоришь, что Бог любит вас, ходишь и направо и налево говоришь, что Бог вас любит, нет, скорее всего, Бог повелевает всем людям покаяться и обратиться от своих грехов, вот, скорее всего, вот это вот Евангелие, Луки 17, 21, здесь написано и нельзя сказать смотри вот оно или оно там потому что Божье Царство посреди вас затем он сказал настанет своим ученикам наступает время, когда вы будете страстно желать увидеть хотя бы один день Сына человеческого но не увидите люди скажут вам смотри вот здесь или вот там не бегите и не следуйте за ними потому что Сын человеческий в тот день придет подобно молнии ну это это совсем до конца времен Луки 21 8 здесь написано он ответил будьте осторожны не позволяйте себя обмануть потому потому что многие придут в мое имя говоря это я и время пришло не идите за ними христиане предупреждались о том что люди придут люди которые будут обольщать и говорить вот вот смотри вот в этой группе людей вот это христиане это церковь Божья и там есть определенные проявления Духа Святого вот кто-то пророчествует кто-то говорит на иных языках и этим самым они привлекают людей но на самом деле это привлекает дьявол людей для того чтобы их обмануть почему потому что люди не ищут спасения возможно они сразу придут для того чтобы обрести спасение но они придут для того чтобы заснуть для того чтобы их усыпили и когда их усыпят тогда дьявол постарается их довести в этом спящем состоянии до погибели я не хочу чтобы кто-то из вас погиб я сам смотрю на свою жизнь слежу за собой я знаю что возможно погибнуть верующему человеку возможно остыть возможно быть теплым возможно вообще быть холодным возможно и гореть для бога возможно быть духовным возможно быть и плотским я хочу чтобы мы были с вами духовными людьми аминь было